Клабхаус официально сообщил, что часть разговоров, которые велись в комнатах в результате хакерской атаки, утекли на сторонние сервисы. Путин одобрил продление программы льготных кредитов для бизнеса из наиболее пострадавших в модеме отраслей. X5 Retail Group объявили о том, что они запускают образовательную программу инновации в ритейле. Сбер начал продавать умные лампочки и розетки с голосовым управлением. Сейчас я снимаю это видео в студии, и в этой студии у меня тоже голосовое управление. Если до 15 мая вы не подтвердите, что вы согласны с новыми правилами WhatsApp, то вы не сможете им пользоваться. Привет, друзья! С вами Александр Высоцкий, основатель Высоцкий консалтинг, международной консалтинговой компании. Мы работаем в Соединенных Штатах, на Тайване, в странах СНГ. И каждую неделю я вам рассказываю о бизнес-новостях, о том, что с моей точки зрения интересного такого произошло, на что имеет смысл обратить внимание. Если, кстати, вам интересны какие-то определенные новости и хотите, чтобы я их прокомментировал, обязательно пишите. Пишите мне в комментах, об этом я буду брать их в работу. Кстати, все новости, о которых я говорю, на них ссылочки есть обязательно в описании к этому видео. То есть, если вы хотите более подробную информацию получить, посмотреть на источник, идите в описание, кликайте и вперед. Вы получите больше данных. Так, ну что ж, поехали! Первая новость про набирающую сегодня популярность Clubhouse, на котором время от времени появляюсь я, когда у меня появляется какое-то окошко. Действительно очень интересная новая социальная сеть, это такое, знаете, интерактивное радио, очень интересно. Об этом расскажу. Да, так вот, вы, наверное, знаете, что Clubhouse на сегодняшний день работает только на продуктах компании Apple. Это только айфоны. Я не знаю, работает ли он на айпадах, но на айфонах он работает. И я сам лично много лет пользуюсь айфоном, поэтому без труда попал в эту социальную сеть и начал ей пользоваться. Но пользователи Android, а есть очень много убежденных таких пользователей Android, которые предпочитают Android из-за гибкости, возможности устанавливать очень много разных приложений. Некоторые из них имеют возможности более широкие, чем устройства Apple, потому что Apple очень так, в каком-то смысле даже параноидально заботится о безопасности пользователей. Вот, так вот, на Android Clubhouse не было. И новость заключается в следующем. Петербургский разработчик, петербургская компания, сделал приложение, которое позволяет подключаться к Clubhouse с Android. Это неофициальная, абсолютно неофициальная версия приложения. Этого парня зовут Григорий Клюшников, он является бывшим разработчиком ВКонтакте. Он сделал, собственно говоря, и опубликовал на GitHub Android-версию Clubhouse с открытым кодом. То есть, она позволяет делать практически все. То есть, можно участвовать, слушать, подключаться к каким-то комнатам, поднимать руку, видеть профили и так далее. Но она не позволяет там, она не имеет полного функционала. По-моему, она не позволяет запускать собственные комнаты, что-то в этом роде. И еще есть нюанс для того, чтобы пользоваться этим приложением. Нужно сначала зарегистрироваться на iPhone, сделать аккаунт, а потом уже там через Android подключаться. Но в любом случае, это здорово. Почему рассказываю про эту новость? Это, знаете, забавно, как работает рынок. Как только появляется какой-то спрос, какая-то нужда, сразу же наиболее такие предприимчивые, умелые ребята что-то создают. Ну и здорово на самом деле. Это то, как должен работать на самом деле бизнес. Это то, как должен работать, с моей точки зрения, рынок. Следующая новость тоже про Clubhouse. Clubhouse официально сообщил, что часть разговоров, которые велись в комнатах, в результате хакерской атаки, утекли на сторонние сервисы. И компания уверяет, что они заблокировали уже эту возможность и так далее. Почему вообще об этом мы говорим? Потому что вообще по своему соглашению Clubhouse, когда вы подписываете на Clubhouse, по условиям соглашения вы не можете записывать то, что происходит в Clubhouse. Куда-то еще выкладывать и каким-то образом этим еще пользоваться. То есть вообще идея всех этих общений в Clubhouse заключается в том, что воспользоваться ими можно только и послушать это можно только вживую. То есть Clubhouse не предусматривает какие-то сохранения вот этих вот радиоэфиров, этого общения в виде файлов, чтобы потом можно было прослушать. Clubhouse не имеет такой возможности. Это, кстати, большая такая плюшка, потому что, ну, ты хочешь послушать Тинькова? Ну, иди на Clubhouse, когда там Тиньков. И слушай его вживую. Может быть, тебе даже дадут возможность задать вопросы, что на самом деле здорово. Но у тебя не будет второй возможности послушать это общение, что он там рассказал на Clubhouse. Ну, по условиям Clubhouse это запрещено. Так вот, кто-то его хакнул, и, значит, какая-то часть информации утекла. С другой стороны, это не является какой-то большой проблемой, потому что, как вы понимаете, никто не запрещает рядом тому, кто находится в комнате Clubhouse, положить рядом диктофон, включить его на запись. А потом в нарушение соглашения, которое он же сам заключил с Clubhouse, куда-то это выкладывать на YouTube, там какие-то другие социальные сети. Это уже вопрос, как говорится, личной этики и тому, насколько человек готов следовать этим соглашениям. Но, тем не менее, в общем, техническая такая возможность была всегда, она всегда есть у тех, кто уходит на Clubhouse. Я лично, моя точка зрения такая, что если люди сделали что-то хорошее, и они делают, дают тебе на каких-то условиях, то, ну, в общем-то, нужно следовать этим условиям. Но, тем не менее, эта хакерская атака, я не думаю, что она принесла какие-то серьезные проблемы Clubhouse. Клабхаус новое явление в нашей жизни. Но, когда мы, знаете, самым, наверное, близким аналогом Clubhouse являются обычные радиоканалы, когда в студию приглашают людей, они что-то обсуждают, все это с удовольствием слушают. А слушатели могут по телефону позвонить в студию и задать вопросы тем, кто там выступает. Знаете, такой старый добрый формат. По сути, Clubhouse воплощает этот формат только в виде мобильного приложения. Ну, и, соответственно, раз появился такой феномен, а это очень быстро развивающаяся сеть, вот насколько она быстро развивается сегодня. Например, по сообщению Forbes за последние 10 дней количество людей, которые пользуются Clubhouse, увеличилось в 25 раз. То есть, это экспоненциальный рост и, соответственно, Clubhouse начал привлекать внимание крупных компаний, крупных корпораций, рекламодателей. Те, кто хочет использовать Clubhouse для привлечения, для продвижения своих каких-то услуг, для привлечения потенциальных клиентов. Появился новый рынок, потому что появилась, например, как на радио есть такая профессия, как ведущий передач, который организовал, организовал вот эти тусовки, приглашал каких-то знаменитых людей и так далее. Вот точно так же на Clubhouse появилась новая профессия, это такие профессиональные модераторы, которые контактируют с брендами, контактируют с известными людьми, открывают определенные комнаты, привлекательные для большого количества слушателей, а потом управляют всем общением в этой комнате. То есть, можно сказать, что модератор Clubhouse это такой вот радиоведущий. То есть, появился рынок, бренды захотели пользоваться возможностями Clubhouse для того, чтобы увеличить продажи, привлечь внимание к каким-то продуктам, брендам, ответить на вопросы, общаться со своими потребителями, что, в общем-то, здорово. И они начали обращаться к популярным модераторам, а сейчас уже есть на Clubhouse группа, например, даже если говорить про русскоязычный Clubhouse, есть группа очень популярных модераторов, на которых подписано огромное количество людей. И, соответственно, модераторы начали на этом делать бизнес. Здорово. То есть, у них есть определенный прайс-лист, вот ссылки в описании вы можете об этом больше почитать. Естественно, прайс-лист зависит от того, какое количество, какую целевую аудиторию они могут в эту комнату привезти, и они профессионально управляют этим общением. Я могу вам сказать, что я провел пару комнат на Clubhouse, и я почувствовал, что да, это здорово, неплохо было бы иметь профессионального модератора. Может быть, и в моих комнатах появится такой профессиональный модератор, который будет помогать управлять всем этим общением. Особенно учитывая, что комнаты, некоторые комнаты на Clubhouse длятся прямо часами, 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 ты как спикер, ты не можешь там находиться часами, есть, в конце концов, мероприятия, встречи, другая работа. То есть, и кто-то должен этой комнатой управлять. То есть, я очень позитивно отношусь к этой новой профессии модератора Clubhouse, и дай бог им зарабатывать, зарабатывайте, ребята, развивайте это. Но вам об этом сообщаю, потому что фактически Clubhouse стал таким новым способом, который когда-то играло радио. То есть, сегодня у нас есть Clubhouse для того, чтобы распространять информацию о ваших продуктах. Особенно, я думаю, должно заинтересовать тех, кому нужно объяснять. Ну, понимаете, есть продукты, как колбаса в магазине, более-менее понятные тем или иным людям, а есть продукты не такие простые и понятные. Для того, чтобы донести информацию об этих продуктах, отвечать на вопросы потенциальных клиентов, нужно вступать в общение. Кроме того, я лично, я кайфую от Clubhouse, потому что, когда я открываю комнату, туда приходят и какие-то клиенты, и какие-то потенциальные клиенты. Мы работаем с владельцами бизнеса по всему миру, и мне всегда очень интересно то, какие вопросы задают и в отношении систематизации бизнеса менеджмента. И такие вопросы, которые задают в отношении бизнеса в Соединенных Штатах, отличие бизнеса, например, на Тайване в Соединенных Штатах, в России, менталитет, реклама и так далее. Мне это всегда очень интересно слышать, потому что это такая живая обратная связь. И я вам честно скажу, даже несмотря на то, что я делаю лайфы на Ютубе, на Инстаграме, на Фейсбуке, каждую неделю отвечаю на вопросы своих подписчиков, Clubhouse делает это гораздо менее формальным. Тебе не надо ставить камеру, тебе не надо ставить свет, все, что тебе надо, это по сути иметь айфон. Ты можешь подключиться и общаться, и рассказывать, отвечать на вопросы. Как-то получается, что это такой более откровенный формат, он какой-то более располагает к общению. В общем, если вы еще не там, обратите на это внимание. Если вы хотите, например, что ваш бренд, ваша компания могла пообщаться с большой целевой аудиторией, обратите внимание на вот эту новую касту, новую профессию модераторов Clubhouse, потому что на сегодняшний день уже пионеры Clubhouse русскоязычные, те, кто зашел раньше, те, кто начал создавать хороший интересный контент, как, например, Илья Варламов, у него больше 200 тысяч подписчиков уже на Clubhouse. Это довольно большая целевая аудитория, это позволяет ему, ну, так как он профессиональный блогер, то выполняет свои блогерские задачи, но если бы на его месте был, скажем, какой-то законодатель мнения, основатель компании или идеолог компании, то он мог бы доносить информацию, отвечать на вопросы потребителей, клиентов и так далее, и всех, кто интересуется деятельностью бизнеса. В этой статье, кстати, даются цены, то есть примерно на сегодняшний день в рублях цены на модерацию комнаты это 2x, где x это количество, собственно говоря, людей, которые будут привлечены, модераторы уже начинают образовываться всякие специализации в этой области, это такая, знаете, живая, очень интересная область. То есть, если вы еще не используете Clubhouse, чтобы общаться с вашей публикой, что же, отличное время, чтобы это начать, отличное время вашим отделам маркетинга задуматься о том, как вы это будете использовать. Я не могу сказать, что Высоцкий консалтинг, и я, мы как-то профессионально, особенно в этой среде работаем, но, по крайней мере, делаем какие-то первые шаги. И я сам даже, вот, просто как предприниматель, как консультант, мне самому очень интересно заходить в разные комнаты, слушать, о чем там говорят, иногда меня там замечают, выдергивают, значит, выступать, отвечать на вопросы. Когда есть время, я это с удовольствием делаю. Кстати, хотел вам сказать такую штуку, что в ссылке в описании к этому видео есть ссылка на мой телеграм-канал. Телеграм-канал – это тоже удивительный совершенно инструмент, потому что, например, я делаю какие-то посты текстовые там в Инстаграме, я постоянно выдаю контент новый на YouTube и так далее. А если вы подписываетесь на мой телеграм-канал, то вы получаете все это в таком компрессированном, сжатом, коротом текстовом виде со ссылочками. Если вас что-то интересует, достаточно кликнуть, и, соответственно, вы сразу окажетесь там на YouTube, на этом видео и так далее, сможете это быстро посмотреть. Я лично тоже обожаю телеграм-каналы. Я подписан на несколько десятков телеграм-каналов, и мне нравится этот текстовый формат, то есть тебе не нужно смотреть какое-то длинное видео со всякими красивыми вступлением, бум-буру-бум, там перебивками. А если тебя заинтересовала какая-то конкретная тема, конкретный момент, ты просто быстренько там проскролил, о, это интересно, клик, бац, получил информацию и все. В нашем современном мире, мне кажется, такой телеграм-канал – это довольно интересный способ. Так что, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Следующая новость. Путин одобрил продление программы льготных кредитов для бизнеса из наиболее пострадавших в пандемии отраслей. О чем идет речь? О том, что, собственно говоря, к этому отнесли общепит, культуру, спорт, развлечения, туризм и некоторые другие. Ну, вы знаете, это программа льготного кредитования для бизнеса в связи с пандемией коронавируса, она уже действует, она, по-моему, с июня действует, ставки по этим льготным кредитам составляют 2%. Значит, было принято, опять же, решение о том, что запуске новой годовой программы, она называется ФОТ 3.0, в ней будут несколько изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет составлять не 2%, а 3%, но, с моей точки зрения, это довольно неплохо, это по словам Мишустина. И эти льготы распространяются на микро и на малые предприятия, из вот этих вот отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Культура, спорт, развлечения, туризм, всего по словам Мишустина, Мишустина, простите, поддержкой смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, на которых работает около полутора миллиона человек. Ну что ж, хорошая инициатива, посмотрим, как это все сработает, как это все будет работать. Естественно, эта программа ориентирована на тех, кто старается в пандемию, несмотря на удар по вот этой индустрии пострадавшей, сохранить штат, сохранить персонал. Следующая новость. Это просто такое информационное сообщение, которое привлекло мое внимание. Apple купила около сотни компаний за последние 6 лет по одной каждые 3-4 недели. В основном, по словам руководителя Apple Тима Кука, речь идет о том, что таким образом Apple приобретает таланты на разработке технологии. Крупнейшая сделка, может быть, вы о ней слышали, это они купили производителя наушников Beats Electronics за 3, больше чем за 3 миллиарда долларов в 2014 году. И Shazam, может быть, вы когда-нибудь еще до того, как это стало обычной частью сервиса Apple, вы пользовались Shazam. Это сервис, в котором вы слышите какую-то мелодию, нажимаете на это приложение, и это приложение распознает звук и говорит вам, это мелодия такого-то исполнителя и так далее. Это на самом деле классно. Иногда заходишь в кафе, слушаешь какую-то интересную мелодию, думаешь, о, а кто это? Я не знаю, кто это. Бац, запускал Shazam, значит, и сразу получал информацию. Но Apple купила это приложение. Сейчас можно, если вы пользуетесь Apple-овскими айфонами, то можно спросить просто у Siri, hey Siri, what's the music? И она вам говорит сразу, а, это, значит, такой-то, такой-то исполнитель, что довольно удобно. Вот такие стартапы покупает Apple для того, чтобы улучшать, усиливать свои продукты. Apple не является самым большим покупателем стартапов в мире, потому что там Microsoft, например, потратил на стартапы 26 миллиардов долларов, Amazon там почти 14 миллиардов долларов отдал за Whole Foods, который, кстати, стартапом назвать сложно. Whole Foods это сеть продуктовых магазинов органической еды в Соединенных Штатах. А Facebook потратил 19 миллиардов на WhatsApp. Ну, это такие большие сделки. И, конечно, такие большие компании, против них ведутся всякие дела, их обвиняют в том, что они, значит, скупают для того, чтобы уничтожить конкурентов и все такое. Но я лично в этом вижу большую возможность. Вот сейчас, кстати, Высоцкий консалтинг находится в состоянии приобретения одной IT-компании очень мощной. И я думаю, что, ну, пока я об этом не буду говорить, когда мы закончим эту сделку, все зафиналим, я об этом, конечно, расскажу. Вот, то есть, почему, например, мы это делаем? Потому что нам нужны совершенно уникальные разработки, уникальная экспертиза, навыки, знания и так далее, за счет которых мы можем усилить нашу международную консалтинговую компанию и потому что у нас идет активная трансформация в сферу EduTech. Вот, из обучения консалтингов в сферу, такую более автоматизированную, сферу EduTech. Кстати, во время коронавируса очень много сделок происходит по слиянию и поглощению, когда компании обращают внимание на возможности, которые они раньше игнорировали, потому что и так все было хорошо. А сегодня мы уже боремся за каждую милю, за каждый доллар, за каждого пользователя, за каждого клиента и так далее. И пришло время таких нестандартных подходов на самом деле. Так что, если вы разработали что-то очень крутое, что может усилить продукт Apple, у вас есть возможность продать это Apple. Что-то в этом роде. Если вы видите какую-то потенциальную стратегию в приобретении какого-то бизнеса, в результате там ваш бизнес рванет, вырастет, это тоже хороший подход. Не только для супергигантов, но и для довольно небольших компаний. Следующая новость такая очень интересная, это про X5, знаменитую X5 Retail Group. И о том, что 17 февраля вот этого года X5 Retail Group, они провели пресс-конференцию с высшей школой экономикой и объявили о том, что они запускают образовательную программу инновации в ритейле. И вместе, соответственно, с высшей школой экономики. Я не буду подробно останавливаться на каких-то микродеталях. Если вас интересует эта область, вы можете об этом почитать. Но такой roadmap, который они наметили, это то, что в этом году, в 21-м, они запустят программу инновации в ритейле и начнут проводить отраслевые конференции для ритейла. В 22-м году они будут проводить совместные исследования и подготовку сборника кейсов инновации в ритейле, «История успеха». А в 23-м они собираются запустить бизнес-акселератор X5 на базе высшей школы экономики и активно заняться акселерацией стартапов в области ритейла. Значит, что я могу сказать? Вот X5 Retail Group – это компания, которая вообще… Я к ней отношусь с большим уважением. Я о ней слышал еще там 10 лет и больше назад, как о компании, у которой очень хорошие технологии с точки зрения ритейла. Это очень технологичная компания с точки зрения управления, организации и так далее, маркетинга. И я считаю, что то, что происходит сейчас с X5 Retail Group – это абсолютно правильный, органичный подход. Может быть, его надо было еще раньше реализовывать, потому что, если вы обладаете в каком-то сфере бизнеса, в какой-то индустрии, вы обладаете большим количеством ноу-хау, вы знаете, как вести этот бизнес, вы обладаете методиками, то имеет смысл, ну, во-первых, как минимум для решения своих внутренних потребностей, для обучения персонала, партнеров, тех, кто работает с вами, для обучения потенциального персонала для компании, имеет смысл организовывать школу, делиться этими знаниями, потому что, ну, давайте будем честны, безусловно, то, что преподается в бизнес-школах, фундаментальные знания, фундаментальные знания о маркетинге, фундаментальные знания о менеджменте – это очень круто, это очень классно. Есть, так сказать, законы, которые не меняются десятилетиями и столетиями, их нужно знать. Но все новинки, вся практика, все инновации сегодня в руках корпораций. То есть, ноу-хау и фишками, каким образом выживать сегодня, какие технологии на сегодняшний день имеются самыми эффективными для развития бизнеса, безусловно, они находятся в бизнесе. Они не находятся у профессоров бизнес-школ, которые когда-то получили свое образование и, в общем-то, не вылазят из учебных заведений. И поэтому, с моей точки зрения, то, что делает X5 Retail Group, это очень круто, это способствует развитию бизнес-среды, экономики. В частности, они фокусируются на ритейле, способствуют развитию ритейла. Это то, что должна, мне кажется, делать каждая большая компания. И в конечном итоге они получают больше и лучше хорошо обученных сотрудников, персонал, партнеров и так далее, что позволяет им расширяться. Кроме того, они укрепляют свою лидерскую позицию в этой области. Кроме того, перейдя вот к этой фазе, то, как это запланировал X5 Retail Group, создавая акселераторы, они, кроме того, могут еще, с одной стороны, помогать развитию новых технологий в ритейле, с другой стороны, первыми получать доступ к этим новым технологиям в ритейле. Так что, это такая ситуация win-win, когда все стороны выигрывают. Очень интересное, на самом деле, очень классное движение. Все мы там должны быть. Следующая новость о Сбер. Сбер начал продавать умные лампочки. Розетки с голосовым управлением. Ну, это, знаете, вот, например, сейчас я снимаю это видео в студии, и в этой студии у меня тоже голосовое управление. Почему? Потому что много разных осветительных приборов, камер, звука, оборудования и всего такого прочего. И если просто, знаете, перед тем, как, например, записать это видео, я просто буду бегать по своей студии, нажимать кнопочки, это немножко утомляет. Потом, в конце концов, можно забыть нажать какую-то важную кнопочку, и эта штука не заработает. Поэтому у меня стоят умные розеточки, умные там всякие контроллеры, и мне достаточно зайти в свою студию и сказать определенную фразу, я сейчас не буду ее говорить, потому что это приведет к непоправимому эффекту для этого видео, то у меня сразу включается или выключается весь свет, или меняется там цветовая схема. Это все основано на очень простых устройствах. Это лампочки, это розеточки, которые управляются через голосовых помощников. Я пользуюсь голосовым помощником амазоновским, это Alexa. В данном случае речь идет о виртуальных ассистентах семейства Салют отечественных, которые тоже можно отдавать команды голосом, там можно установить, что при этом будет включаться, выключаться и так далее. Вот если вы сейчас слышали такой бум, это я произнес имя своего помощника, и он сразу отреагировал на это. Можно будет менять, значит, через Салют можно будет менять цвет, насыщенность и так далее. Это очень здорово. Я пользуюсь, кстати, вот этим амазоновским голосовым помощником, просто потому что примерно около 20 тысяч разных устройств существует, которые с ним комбинируются, включая микроволновые печки, обычные печи, кондиционеры и все остальное. И это позволяет сделать по-настоящему дом умным, и причем сделать это очень легко. Я думаю, что эти технологии, они только начинают свой путь сегодня в жизни людей, но пройдет несколько лет, и в каждом доме будет целая куча устройств, которые управляются голосом. У меня там и пылесос управляется голосом, и всякие микроволновые печки, и все остальное, все это можно управлять голосом. Это довольно удобно, когда ты говоришь, а ну-ка, давай-ка, подогрей это в течение 15 минут на такой-то мощности, и она это делает. Довольно прикольно работает. Ну, молодцы, Сбер, что этим занялись. Давайте сделаем каждый русский дом умным, в конце концов. Следующая новость. Apple усилила проверку приложений с рационально высокими ценами для борьбы с мошенниками. О чем идет речь? Что количество приложений в магазине Apple огромное, и время от времени выпускаются мошеннические приложения, которые фальсифицируют, создают специальные фейковые рейтинги для того, чтобы люди на эти приложения выпадали. При этом эти приложения обычно обладают большой стоимостью или имеют большую стоимость стройных покупок. Ну, естественно, это потом в конечном итоге вызывает проблему, потому что если человек недоволен приложением, которое он купил в Apple, то есть оно обошлось ему слишком дорого, а дало ему слишком мало пользы, это создает определенное отношение к самому Apple Store и к вот этой инфраструктуре Apple. Поэтому Apple решил мониторить цены. С моей точки зрения это хорошо, потому что в отношении Apple я являюсь, по крайней мере, не разработчиком приложений, я являюсь потребителем пока. И я за то, чтобы я как потребитель себя чувствовал безопасно. Так что, а вот по разработчикам некоторым это может ударить, особенно по тем, у которых завышены цены на их приложение. Следующая новость такая интересная. Сервис йоги на базе искусственного интеллекта, он называется Zinia Yoga российских разработчиков, привет российским разработчикам, привлек инвестиции от Натальи Водяновой. Значит, что это за сервис? Это приложение, которое позволяет с помощью камеры, естественно, когда вы занимаетесь йогой и выполняете какие-то асаны, оно позволяет распознать положение тела, положение суставов, там 16 суставов распознаются, и позволяет оценивать, правильно ли вы выполняете эту асану. Но когда вы выполняете любые упражнения, вы прекрасно, наверное, знаете, что если ты неправильно выполняешь приложение, ты можешь себя травмировать, это самый плохой вариант, но как минимум ты не получишь того, что тебе это упражнение должно дать. И у нас появляется такой, понимаете, виртуальный тренер, который сравнивает то, что делает человек с тем, что тренер хотел, чтобы он делал, и выдает, соответственно, рекомендации. Очень прикольно, и это очень, с моей точки зрения, это одно из таких тоже перспективных направлений, и вот этот стартап получил, соответственно, инвестиции, они получили 300 тысяч долларов от модели инвестора Натальи Водяновой, и ее бизнес-партнера Тимона Афинского. И об этом, собственно, говорят как раз вот в статье. Сейчас, кстати, появляется очень много потрясающих, совершенно удивительных технологий, которые помогают нам улучшить нашу жизнь. К сожалению, при этом они обычно лишают кого-то работы. Представляете, какое количество тренеров может лишиться работы из-за этого приложения. Но я на это смотрю по-другому, на то, скорее, какое количество пользы получат там тысячи, миллионы и миллионы людей по всему миру, благодаря тому, что они будут правильно выполнять упражнения. Я за это, я за прогресс. Так, но более подробно по ссылке в описании. Следующее закономерное такое событие, которое должно было происходить, и происходит, это происходит в Америке, оно касается ритейла и сообщения о том, что компания M-Video Eldorado закрыла свои продажи через Озон. То есть, у них на Озон, соответственно, была своя витрина, свой как бы магазин. И они ушли из Озона. И почему они ушли из Озона? Это, кстати, происходит везде. Это происходит в Соединенных Штатах, на Амазоне, когда там Nike или Adidas или другие бренды уходят с Амазона, открываются какие-то свои магазины. Или, например, там крупные ритейлеры, такие как Target, у них есть собственные приложения, или там Walmart, они не продают свои товары на Озоне. Ну, почему не продают? Потому что, ну, естественно, понятно, что это маржинальность. То есть, ты либо маржинальность эту оставляешь себе, как ритейлер, если ты продаешь через свои сервисы, либо ты делишься этой маржинальностью с Озоном. И вот до какого-то момента M-Video Eldorado они сотрудничали с Озоном, но в какой-то момент решили перейти на свою мобильную платформу, разработали свою мобильную платформу. Это естественно, это нормально. Я думаю, что аналитики Озона это понимают, что это неизбежно. В области электроники маржинальность довольно жесткая, она довольно сильно ограничена, высокая конкуренция. И поэтому это одна причина, по которой крупные торгующие компании уходят с Озона. Вторая причина, это то, что особенно касается магазинов, в первую очередь, конечно, тех, у кого есть реальный оффлайновый ритейл, реальные магазины. Понимаете, они заинтересованы, чтобы люди приходили к ним. Они заинтересованы, они занимаются мерчендайзингом. Вы приходите купить батарейки, а заодно покупаете еще наушники. Или приходите купить наушники, а заодно покупаете еще много-много чего, чего покупать, собственно говоря, не собирались. Поэтому такие ритейлеры, они заинтересованы в том, чтобы, да, с одной стороны продавать в онлайне, с другой стороны, чтобы все-таки прокачивать пикап, то есть прокачивать не доставку, а прокачивать забор из их магазинов, особенно те, у кого большая сеть оффлайновых магазинов. То есть это абсолютно естественный процесс, и это дальше будет происходить со всеми ритейлерами, у которых есть большая сеть собственных магазинов, которые заинтересованы покупателя все-таки в свой магазин приводить. И вот в апреле 2020 года NVIDIA Uldorado запустила продажи на Ozone. Эта группа добавила около 20 тысяч товаров, то есть они 80% своего ассортимента поместили на Ozone, чтобы привлечь новую аудиторию. А в 2020 году, в июле, то есть спустя несколько месяцев, они начали продажи техники на своих сайтах по модели маркетплейса и так далее. И также NVIDIA Uldorado у них есть еще 80% маркетплейса Goods.ru принадлежит им и так далее. В общем, они стараются приводить людей в магазины, они стараются сохранять маржинальное, что нормально. То, что будет происходить с маркетплейсом. Большие ребята могут иметь свои маркетплейсы. Следующая такая новость из области биотека, биологические технологии. Это очень интересная статья финского биохакера Ильма Стремберга. Речь идет о том, как он тестировал датчик глюкозы. Этот парень не болеет диабетом, то есть у него не было никакого преддиабетного состояния. Он приобрел датчик глюкозы. Этот датчик, это такая таблеточка, которая на предплечье крепится на 2 недели. У нее есть тоненькая иголочка, которая проникает под кожу. И эта таблеточка, она коммуницирует с вашим смартфоном. Пока что это работает только на айфоне. И собирает много данных о том, как меняется уровень сахара в крови в течение дня, в течение недели. А приложение, которое есть на телефоне, оно позволяет делать заметки о том, какую еду ты делал. Соответственно, ну естественно, айфоновское приложение мониторит уровень физической активности. И этот парень, его-то целью, собственно говоря, было это долголетие, это повышение здоровья. И он проводил очень интересные наблюдения за тем, как меняется уровень сахара в крови у здорового человека. Когда он ел разную еду, вы знаете, что у нас все-таки тела совершенно разные. Они по-разному воспринимают разные виды еды. И это такая, на самом деле, очень интересная, уникальная технология, которая позволяет, по сути, отслеживать. Не просто в целом, пользуясь общей информацией, как такие-то, такие-то виды еды влияют на ваше здоровье, влияют на уровень сахара, влияют на ваш метаболизм. А позволяет делать очень персонифицирование на такое собственное исследование, как именно ваше тело относится, не знаю, к спагетти, к фруктам, к мясу, ко всему остальному. И что у вас при этом происходит в организме. Это потрясающая штука, я думаю, что об этом интересно знать всем, кто озабочен, интересуется идеей долголетия, здорового образа жизни, снижение риска заболевания. Особенно, наверное, интересно для тех, у кого генетически есть какая-то предрасположенность к диабету и так далее. Это довольно интересно. Просто хотел вам об этом сказать, чтобы вы знали, что такая технология на сегодняшний день существует. И если у вас эта тема, у вас есть в отношении какой-то интерес, вот почитайте обязательно статью в описании. Возможно, вам тоже стоит этим воспользоваться. Я уже подумываю над этим. Хотя у нас в семье нет людей, болеющих диабетом. Мои родители, дедушки, бабушки, там как бы все окей. Но все равно мне интересно, тоже интересна эта тема, что происходит в моем организме, когда я ем разные виды еды, как он реагирует, как это влияет на метаболизм. У него там есть очень интересное наблюдение. Например, одна вещь, которая меня заинтересовала, то, что он обнаружил, что после еды, если он работает сидя, то там одни показатели. Если он после той же самой еды работает стоя, там абсолютно на 40% меняются показатели. То есть ты начинаешь понимать, как работает твое тело, как оно реагирует в разных ситуациях, намного глубже, намного интереснее. В общем, если интересно, обязательно почитайте. Следующая такая статья, которая привлекла мое внимание, это статья New York Times. Называется она The Jobs the Pandemic May Devastate. То есть работы или профессии, которые пандемия может уничтожить. Длинная достаточно статья. Я думаю, что это понятно, что пандемия влияет на разные профессии по-разному. Но меня здесь заинтересовали цифры в этой статье в первую очередь. И я вам просто некоторые из них зачитаю. Возможно, вам тоже будет интересно. Потому что так или иначе мы задаемся вопросом, какие профессии будут востребованы. Вот эти изменения в жизни людей, коронавирус, все, что происходит, как это повлияет на рынок труда. Вот некоторые я вам назову. Например, эпидемиологист, ну понятно, что специалисты по эпидемиям, спрос на них возрастает. У них спрос на эту профессию вырос на 25%. И прогнозируется рост. Медицинские ученые других профессий на 23%. Веб-разработчики и разработчики цифровых интерфейсов 10,5%. Биохимики и биоученые в области этой 10% рост. Администраторы сетей и администраторы компьютерных систем почти 10% роста. Архитекторы компьютерных сетей почти 10% роста. Специалисты аналитики по информационной безопасности 9% роста. Микробиологи 8,6%. Специалисты техники в области микробиологии 5,6% рост. И администраторы баз данных и архитекторы баз данных плюс 5% роста. Это те, кто, можно сказать, те профессии, спрос на которых взлетел значительно. Первые, как говорится, 10 пунктов. Те профессии, которые взлетели в рейтинге по востребованности из-за изменений, связанных с пандемией. Ну, теперь, как говорится, черная десятка профессий, которые пострадали. Значит, начинаем снизу. Значит, меньше всего пострадали, но пострадали. Это примерно 11% падения. Это водители автобусов, транспорта, внутригородского. 11,5% пострадали операторы метро. 11,7% пострадали flight attendants. Flight attendants это люди, которые вот в аэропортах работают с пассажирами. Следующее, 13,5% потерь кассиры. Имеется в виду кассиры в целом. Ну, я думаю, что это тоже понятно, почему происходит. Онлайн торговля. Плюс, очень многие магазины сейчас делают кассы без кассиров. Это позволяет колоссальные средства экономить. И довольно неплохо работает все больше и больше. Следующая умирающая профессия. 13,5% это секретари приемные. И, так сказать, информационные клерки всевозможные. Телефоны, ну, коммуникация из телефонов уходит в мессенджеры, чаты, чат-боты и так далее. Это происходит неизбежно. Следующая профессия. 16% падения. Это официанты-официантки. Следующая профессия. 16,2% падения. Это отели, мотели, это служащие отели, мотели, резортов и так далее. Тоже понятно, наверное, почему. Еще ниже падает 16,7% падения. Кстати, 16,7% падения. Что это означает? Значит, каждый пятый останется без работы. 18,6% падения. Еще ниже упали бартендеры. И 24,2% падения. Это хосты, рестораны, лаунжи и кофешопы. Каждый четвертый останется без работы. Вот такой вот прогноз. Если интересно, если вы владеете английским, почитайте ссылочку в описании. Если вы как-то связаны с этими бизнесами или с этими профессиями, это нужно принимать во внимание. Никуда не денешься. Как минимум становиться более профессиональным, чтобы сохранить свое рабочее место. Следующий интересный обзор от Левадо Центр. То, о чем долго говорили. Социальная сеть ТикТок. Многие даже представления не имеют о том, что такое ТикТок. А кто-то прям залипает в этот ТикТок день на и ночь. То, что называется. Результаты опроса Левадо Центр показали, что ТикТок стал популярнее Facebook в России. Аудитория сервисов выросла в 7 раз за 2 года. Сегодня 14% всех людей, которые опрашивали, пользуются ТикТоком. По-прежнему, кстати, по социальным сетям, по-прежнему на первом месте находится ВКонтакте. Это 43% опрошенных. На втором YouTube 35%. Третье это Инстаграм и Одноклассники по 31%. ТикТок четвертое место. За ним следует Facebook 9%. И Мой Мир 4%. Мой Мир. Так. А Твиттер только 3% респондента. Я говорил уже в этом выпуске про Клабхаус. А ТикТок является тоже очень быстро растущей. Сервисом с 2019 года они выросли в 7 раз. Потому что в 2019 году только 2% вообще опрошенных, соответственно, пользовались ТикТоком. Каждый 50-й сейчас 14%. То есть это каждый седьмой примерно, да, пользуются ТикТоком. В январе 2021 года ТикТок был вторым по скачиваемости приложения в мире. Обошел его только Телеграм. Поэтому, если вас нет на ТикТоке, то вы теряете довольно большую целевую аудиторию. ТикТок очень своеобразен. Даже я есть на ТикТоке. И количество подписчиков на ТикТоке у меня постоянно растет. Так это к тому, что я говорю только о бизнесе. Поверьте мне, я не пляшу танцы и я не пою песенки на ТикТоке. Обратите на это внимание. То есть это не только для тех бизнесов, которые как-то связаны с развлечениями. Я на ТикТоке рассказываю о бизнесе, об управлении, о менеджменте и так далее. И там тоже растет популярность. Хотя, конечно, я не являюсь популярным ТикТокером. Это точно. Так, ну и последняя новость на сегодня такая, что если вы пользуетесь WhatsApp, я знаю, что русскоязычных людей очень много пользуется WhatsApp. У нас с вами есть дедлайн 15 мая. Если вы до 15 мая не подтвердите новые правила WhatsApp, а не опубликовали изменения в пользователем соглашении. Некоторое время назад они в феврале, кстати, хотели это сделать. Но сейчас отодвинули планку до 15 мая. То есть если до 15 мая вы не подтвердите, что вы согласны с новыми правилами WhatsApp, то вы не сможете им пользоваться. Новые правила WhatsApp связаны с тем, что Facebook выкупил WhatsApp. И новые правила WhatsApp связаны с тем, что WhatsApp будет, собственно, поставлять данные для Facebook. А также появятся какие-то новые возможности общаться в WhatsApp. Так что подтвердите правила, чтобы вас не отключили от WhatsApp, а вы помогли продолжать с вашими друзьями им пользоваться. А я так понимаю, что речь идет о том, что Facebook нужно больше данных. Я думаю, что вы знаете об этом, уже слышали, что скоро Apple накатит обновление своей операционной системы. И в этом обновлении операционной системы каждый пользователь будет решать, какие данные давать, какому приложению. И по прогнозам экспертов уже мы понимаем, что 80% пользователей не будут давать свои персональные данные Facebook. Который сейчас получает данные о том, какую музыку вы слушаете, где вы находитесь, какими приложениями вы пользуетесь. И многие-многие другие. Так вот, после наката вот этой нового обновления операционной системы Apple, каждый пользователь будет выбирать, какие данные делать доступными для Facebook, а какие нет. Поэтому сейчас идет жесточайшая борьба за то, а как же получать данные. И отсюда, собственно говоря, вот это изменение соглашения с WhatsApp и так далее. Ну, мое мнение по этому поводу такое, что я на самом деле не боюсь давать данные ни WhatsApp, ни Facebook. Так как никакой противозаконной деятельности не веду, и мне не жалко с ними делиться, потому что я знаю, что когда я делюсь своими данными социальными сетями, в конечном итоге предприниматели получают возможность делать правильную таргетированную рекламу, продвигать свои товары и услуги, ну и хорошо. Ну и потом, в конце концов, нужно какое-то что-то в обмен давать тем же самым Facebook, Instagram и так далее. Я ими пользуюсь, они бесплатные, ну, надо же чем-то платить. Вот и платим, как сказать, личными данными. То есть, я не являюсь сторонником такой идеи, что все надо ограничить и, значит, им не давать. Ну, пускай работает. Иначе мы так без Facebook, WhatsApp и Instagram останемся, и что же мы потом будем делать? На сегодня все новости. Если вам было интересно, друзья, лайкайте это видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. С вами был Александр Высоцкий, основатель Высоцкий Консалдинг. И, кстати, на моем канале на YouTube, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с управлением, бизнесом, бизнес-стратегией, как решать какие-то проблемы, где брать людей, как увольнять людей, как работать с токсичными людьми и так далее, сделайте поиск по моему каналу на YouTube. И там, наверное, сегодняшний день больше 900 уже видео. Очень тематических, очень конкретных, и они все для владельцев бизнеса, предпринимателей, руководителей. Скорее всего, там найдете ответ. Ну, а с вами был Александр Высоцкий, и увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok